Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и Алексей Зотов, врач-психотерапевт высшей категории. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас прямой эфир. Традиционно предлагаю звонить, нам предлагать свои какие-то темы для обсуждения, подключаться к нашей дискуссии. Телефон в студии 202-11-22. Мы открыты для диалога, для коммуникации, для разговоров по душам или не по душам. Как получится? Да, вот я сейчас слушаю Елену, она достаточно бодро говорит об этом, ну или бодро, без слова достаточно, что мы готовы и мы действительно, может быть, ну в какой-то степени готовимся, как-то обсуждаем. Я просто немножко кухню хочу открыть. По большому счету, это не формула речи, что мы ждем ваших звонков, ну что, мол, передача в какой-то степени предполагает, да, звонки, но не столько это какой-то ход такой сценарный, а мы действительно, ну, стартуем обычно с очень таких пустых позиций. То есть мы не заигрываем, мы действительно ждем разговора. Да, почти намеренно, ну вот сильно не договариваемся и мы, ну не знаем, вот по крайней мере сегодня опять этот был разговор перед эфиром с Еленой, о чем мы будем говорить. И я со своей стороны, ну, профессия психотерапевтическая, профессия психотерапевта такова, что очень редко я знаю, о чем мы будем говорить. Обычно человек приходит, мало того, и он не всегда знает, о чем он будет говорить, он садится в кресло напротив, и иногда это бывает так, я, может быть, повторяюсь, он говорит, вот я пока шел к вам, я знал, о чем я хочу спросить, о чем я хочу сказать, ну вот как только я сюда сел, ну что-то, что-то, какие-то вот абсолютно незначащие моменты произошли. Два человека встретились глазами или поприветствовали друг друга, и вот эта стройная конструкция... Запланированного разговора? Запланирован. Он не только запланированный, там внутри этого разговора могут быть какие-то еще находки, ну если это не первая, не вторая встреча, а третья, вот приходит человек и говорит, да, я помню, мы с вами вот об этом говорили, я это думал там в течение, обдумывал в течение недели, вот у меня такие мысли. Как-то это все выстроилось, ну, в какую-то, может быть, общую картину, пусть черновик, какой-то новый набросок о самом себе, ну, например, о тех волнующих вопросах, с которыми человек приходил, психотерапевту приходит. И в момент вот такого усаживания в кресло, на стул, человек обнаруживает, что этот набросок, ну, распался, или он не такой целостный. Это не значит, что он, ну, работа произошла впустую, это не значит, что все разлетелось куда-то в тартарары. Но обычно происходит так, что в процессе разговора я к этому и веду, что вдруг эти отдельные какие-то штрихи, отдельные элементы или целые находки, ну, в этот разговор попадают. И в этом плане, конечно, ну, наша передача носит, наверное, отпечаток психотерапевтического процесса. Поэтому вы, уважаемые телезрители, наверное, иногда сидите перед экраном и думаете, ну, когда начнется что-то по существу, начнется какое-то повествование, какие-то вопросы, на которые возникнут ответы. Но откровенно я могу сказать, и я знаю, что коллеги, большая часть под этим подпишется, и люди, которые уже ходят на психотерапевтические сеансы или куда-то в группы, они иногда приходят и в течение длительного времени как-то не очень могут сориентироваться, что происходит, да, спрашивают они у других. А о чем вообще идет речь? А мы вообще сейчас что обсуждаем? Порой бывает так, что люди, устав задавать эти вопросы и не получив на них ответы, бросают эти попытки и через какое-то время, ну, нащупывают что-то свое, важное для себя, какие-то вопросы. И я, ну, просто в этом вступлении сегодняшнем могу только повторить, что вот мы с Еленой, я тут объединяю, мы с Еленой намеренно не задаем тем, вот сегодня поговорим о том-то, том-то. Ну, по крайней мере, мы нерегулярно это делаем. Создаем такое некое пустое пространство, пустой стул, если хотите, да, пустой лист. И с этого момента и начинается какой-то разговор, мы вместе это создаем. Поэтому ваши звонки действительно для нас важны, какие-то ваши комментарии в соцсетях, отклики после передачи, там, где вы смотрите, что-то нам рассказываете. То есть мы так за кадром общаемся и, ну, вот эта процедура продолжается. Ну, в общем, вот сегодня такое вступление, это мое желание обозначить пространство. То есть мы не просто сидим и, ну, как бы ничего не делаем, потому что мы двоечники и не подготовились. Да, мы вот, ну, мы ждем в какой-то степени. Ждем идей, ждем тем. Про двоечников вспомнила после прошлой программы, услышала один из комментариев, говорит, передача была на 5 с плюсом. То есть нам оценку поставили, а сегодня вы нас двоечниками называете. Я хотела для такого тоже продолжения, вы упомянули соцсети, про группы упомянули. Хотела бы, может быть, для такой затравки попробовать поговорить об агрессии в коммуникации или там вот о речевой агрессии. Сейчас кажется этого так много в комментариях, не знаю, из средств массовой информации и между людьми вот это напряжение и стычки какие-то происходят. И уже даже наблюдается, ну, я не знаю, как вы, я наблюдаю какие-то тенденции, вот, когда люди друг друга донимают повторяющимися вещами, там, одно и то же, вот, произносят, 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 как, не знаю, навязчивые мухи. Или люди друг друга шантажируют, вот, если ты мне не так, то я так, не знаю, клевещут друг на друга. То есть много появилось вот этой каких-то способов выражать свою агрессию именно через слова. Это не доходит до рукоприкладства, ну, я надеюсь на это, что в крайне редких случаях это, может быть, переходит в такую форму. Но вот это напряжение между людьми, вот, не знаю, мне кажется, люди как будто бы сейчас оттачивают вот эти методы поддержания напряжения в коммуникации, вот, с помощью, вот, вышеупомянутых мною способов. И оттуда у меня вопрос. Вот, замечаете ли вы подобные в группах или, может быть, в индивидуальной терапии? Спасибо за вопрос. Попробую развернуть ответ. Неожиданный для меня самого, потому что я, ну, сейчас, наверное, это... По поводу агрессии. Вот, Елена, смотрите. Ну, опять же, зная психотерапевтическую кухню изнутри, я по себе могу сказать и по коллегам, по каким-то обсуждениям в... Там, на конференциях, на мероприятиях, что вот тема агрессии стала... И стала достаточно популярной, и часто озвучивается вообще агрессия как форма поведения, агрессивное поведение, как агрессивное высказывание, как какие-то переживания. Ну, это даже как форма высказывания своей позиции. То есть, если я обозначаю свою позицию, то она в такой агрессивной форме происходит. Как будто бы спокойно, я не знаю, боюсь, что меня не услышат, или мой голос потонет среди толпы. Ну, да. Так вот, я хочу сказать, что агрессия в той или иной форме нами сейчас, как мне кажется, активно исследуется и осваивается, я бы так сказал. Что значит исследуется? Ну, об этом пишется достаточно много работ, а осваивается, что так или иначе, не только в психотерапевтическом пространстве, но и... Алексей, будем перебить вас, у нас звонок. А, ну, я закончу потом. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Вам звонит Елена. Я вам звонила, несколько раз мы с вами общались в этом эфире. Так. Вот, вы еще тогда сказали, что я принесла кванту энергии в студию, может быть, меня не помните. А вот, Алексей, вы знаете, у меня такой вопрос. Вот у меня произошла такая ситуация, непоправимая, вполне так. У меня 13 мая этого года ушел из жизни мой папа. Вот. И, а до этого он был госпитализирован в местную альтернациональную районную больницу. Ну, врач-кардиолог твердо пообещала моей маме, что она его вылечит, что она его, так сказать, вернет в жизнь и все такое. Ну, у него просто после талибы, у него в ноябре пульс рос, в итоге было давление, а здесь наоборот, пульс и давление было низким, и вот как-то пообещали ему помочь. Ну, почему-то через 4 дня его выписали, 12 мая и 13-го его у нас не стало. Вот. И, ну, а там произошла тромбомболея, тромб отозвался. Вот. И здесь основание мне как-то вот, может быть, врач это виноват, может быть, нужно было как-то в помаду вот перенаправить, сцена, там, ну, из тела. Может быть, можно было что-то сделать, может быть, ему можно было помочь. И это один вопрос. И второй вопрос. Когда папа не стал, вы знаете, я с ним мысли, но разговаривала, и он мне не отвечал. Я слышала, как бы, его голос, мне даже казалось, что он не отвечает. И я спокойно говорила, я могу, мне очень тяжело вот это все воспринимать, папе, до 70 лет. Вот, и его нас не стало. И вот, и даже вот тяжело как-то вот это все воспринимать. Если он ушел, ты говоришь, потому что не справился организм, как говорится, после кандидата, только одно. А если ему подпособствуют и уходы из жизни врачи местные, ну, это уже другой вопрос. Вот, что вы мне на это сказали. И вообще, стоило, мне разговаривали с ним. Мама мне сказала, что я не должна разговаривать с покойным папой, потому что это не папа, это чьё, и что он меня заберет, он меня убьет, что я могу отправиться вслед за ним. Вот, вот, как-то у вас виситин, виситин. Угу. Елен, а вы в Самаре живете, где-то в области, где вы? Я живу в Самаре, в Самаре, а папа живет в области, да, в Самарской области папа живет. А вам сколько лет? Мне 24, полно. Ага. Елена, ну, во-первых, я хочу сказать, что я соболезную вам в связи со смертью вашего отца. Спасибо. Да, и задать, ну, вот, спросить, а кому-то к психологам, к психотерапевтам вы обращались в связи с... Ну, не в связи, а после. После смерти папы? Я поясню свой вопрос. Он, мой вопрос вслед за вашим комментарием о том, что говорит мама. Вот кабинет психолога или психотерапевта – это то место, где можно, ну, может быть, одно из немногих мест, где иногда людям можно говорить о своих ушедших близких, не ожидая осуждения, оценки. Поэтому, вот, если такого рода необходимость есть, я думаю, что вы без труда найдете кого-то из компетентных специалистов. Я сейчас никого не буду рекламировать, в том числе себя. Просто действительно здесь, во-первых, у нас в городе сейчас вполне компетентных, хороших специалистов много. Вот, ну, и сориентироваться. У нас есть и диспансерное отделение, да, и социальная помощь в виде центров семья. То есть можно выбрать на, так сказать, и поблизости к своему дому, и исходя из своих каких-то ресурсов. Вот. Выбрать человека, выбрать специалиста, с которым вы могли бы эти все вопросы обсудить. Вот. Как вам такая идея, Елена? Да, ну, я как-то никогда не обращалась. Я просто говорю, что первые дни, вот, особенно в первые дни. Мне даже казалось, что я, как бы, папин голос слышу, он мне что-то говорит. И я с ним разговариваю, он мне отвечает. И когда я маме об этом сказала, говорю, мам, я с папочкой разговариваю, я его слышу. Она, ты смотри, что вот это заинтересно. Потом она мне перезвонила и говорит, не с ним, с папой разговаривайся, это непонятно. И вот, нет, ты разговариваешь не с ним, это, говорит, не есть хорошо. По крайней мере, так сказали те, кто ходит в храм, кто от нас, ну, кто ходит, они тоже не советуют это делать, потому что это не есть хорошо. То есть он в тебя придет и убьет. Ну, убьет, ну, черт, в образе папы, вы придетесь, я убьет. Я говорю, ну, а как же, мне же говорили, что он нам был хранителем, он мог бы помогать. Зачем же он меня убивать? Я вот немножко тогда не пойму, почему папе меня убивать, когда у меня, как говорится, с рождения, я очень тяжело родителю досталась. Вот. Ну, не знаю, я как-то никогда не обращалась. Вот я пойму и задала вопрос, вот, что я, разговариваю с ним, я его слышала, прям, что он мне говорил. Мне казалось, по крайней мере, может быть, это ненормально, я не знаю. Я понимаю, что я сумасшедший, не что, я не знаю, что мне говорить, но не знаю, правда. Елена, вот поэтому в связи с тем, что вы говорите, я и предлагаю пойти к вам, к специалисту. То есть я не хочу за 5-7 минут в 2-3 словах навести порядок, в кавычках, в той сложной ситуации, о которой вы говорите, она действительно сложная. И, может быть, вам стоит действительно, вы говорите, я не ходила и так далее, но, может быть, наступило время. Вот в нашем... Ну, психиатрическую больницу ложится, вы знаете, я не собираюсь. Да, до психиатрии. Нет, речь не об этом идет. А вы мне что говорите? Елена, до психиатрии. Ну, я надеюсь, Елена далеко не ушла, я попробую ответить. Здесь внутри еще один вопрос открылся, да. Рекомендация пойти к психологу, к психотерапевту в то место, где можно поговорить о своем отце, о том, разговариваю я с ним, не разговариваю. Ну, то есть, прояснить этот вопрос со специалистом иногда, ну, пока эта ситуация есть, воспринимается, как, ну, вот как Елена сейчас отреагировала, да. Ну, при этом, вот мы даже говорили о том, что жителям даже нашего города, большого, полуторамиллионного, не хватает информации о разнице между психологами, психиатрами, да. То есть, мы говорим к психологам, которые там вне медицинской парадигмы даже работают, а Елена почему-то из наших слов, как мне показалось, сделала вывод, что мы ее в психиатрическую уже помощь направляем. Ну, я не буду углубляться, все-таки сохраню сейчас целостность ответа, углубляться в то, что, ну, иногда так бывает, что Елена, ну, вот на мой взгляд, перенесла на нас разговор со своей мамой, ну, там прозвучало это, да, тебе нельзя этого делать, и она сама начала говорить, я психическая, не психическая, там, нормальная, ненормальная, вот. Еще раз, рекомендация пойти к специалисту, это рекомендация разобраться, с моей стороны, по крайней мере, да, психолог, психотерапевт, психиатр, здесь можно, тем более, если Елена медик, я думаю, она сможет какие-то вопросы здесь отрегулировать. Но я еще хотел сказать вторую вещь. Ну, и вы же отметили, да, это возможность принести свои переживания специалисту, который способен эти переживания вынести и отнестись к ним, не ставя оценок, там, не знаю, не осуждая. Может быть, я поторопился в том смысле, что Елена не спрашивала, куда мне пойти, она спросила, нормально это или ненормально, я могу разговаривать с отцом или не могу. Ну, я думаю, что, может быть, правильным, хорошим ответом был бы, каждый из нас может разговаривать с отцом, с матерью, с ушедшими, с живыми и так далее, да. Если мы не берем ситуацию, когда я становлюсь специалистом и что-то рекомендую, да, мы все имеем право. Другой вопрос, что для этого разговора есть, на мой взгляд, хорошее место и время. Ну, например, мне кажется, что по своему опыту знаю, на кладбище почти все разговаривают со своими близкими. Это уместно, ну, то есть это уместно. Или в церкви они разговаривают, да, приходят и разговаривают. Вот. Некоторые это делают дома, заходя в комнату, вот, близкого человека, да. Вообще для этого, наверное, места не нужно, потому что люди со временем вдруг или не вдруг обнаруживают, что их близкие, они внутри них самих живут, да, в памяти живут. Есть этот процесс описан в психологии, да, если вот не прибегать к терминологии, когда образ наших родителей, слова, как они с нами разговаривают, как строят предложения, мы помещаем внутрь себя, и они становятся частью нашей личности и сопровождают нас всю жизнь. Это, безусловно, для меня так. Это очень обнадеживающий подход, потому что он обнадеживающий в каком смысле? В том смысле, что даже после смерти, после расставания мы можем сохранять контакт с близкими для нас людьми, по крайней мере, да, как мы их помним. Ведь они живут там не только памятью, они, наверное, с нами как-то развиваются, да, как-то живут. Они живут еще нашими представлениями о них, и иногда эти даже представления расходятся, да, мы о своих родителях какую-то свою картинку представляем, а они, не знаю, в мире взрослых могут быть совершенно другими людьми, там, вести себя как-то по-другому. И это очень такая большая история. Сейчас не буду туда углубляться. Я хотел второй момент сказать. Если можно быстро, у нас звонок. Да. Второй момент. У нас в нынешней реальности ведь два, ну, если можно так сказать, специалиста по душе, если хотите. И второй – это священник. И не зря Елена об этом говорила, там, мама с кем-то общается. Поэтому вот есть два пространства, куда можно было бы пойти, я думаю, нас зрители смотрят, куда можно было бы пойти поговорить о своем отце – церковь и кабинет психолога-психотерапевта. Каждый по-своему может этот разговор поддержать. Здравствуйте. Алло. А, добрый день. Да, мы вас слушаем. Так, как вы говорите, мне 80-80 лет прохорелка Раиса Алексеевна. Вот вы говорите, что можно попасть к врачу. К какому врачу? Никому не попадешь. А если попадешь в каком-то хорошем врачу, то обязательно надо… Вы меня извините, конечно, может быть, вам не понравится, но обязательно надо дать на лапу. Это не секрет. Я даже лежала в больнице, то сколько я перетаскала денег, перенесла, вот так вот, чтобы меня вылечили. Вы не подскажите, вы… Это вот основная с ним, я не имею в виду вас, вот именно, а врачей, которые работают в больнице. Вот недавно я заболела коронавирусом. Вот она пришла, взяла у меня анализ на коронавирус, жду ее, жду ее, я вот через 3 дня вам, это, позвольте, есть у вас или нет, и что вы хотите. Она не приходит. Потом я звоню, говорю, у меня 39,2 температура, вы мне что-нибудь скажите? Приходит, села здесь около стола, даже не одела ни халат, ничего, и говорит, ой, вы знаете, а я в сумке носила, носила, и не знаю, куда я его делала. Это какое отношение было, такой халат, и я попала в больницу. Это как-то так можно? А вы говорите, что работает хорошо, в поликлинике и в больнице работает. Да нет, нет, у нас, нет, не думай о людях, не думай. Вот ответственно вопрос. А вопрос-то, вопрос задайте. Раиса Алексеевна, задайте вопрос-то. Вот считает, что попасть может специалист, да не попадешь никому, в таком, просто так пассивно отнесутся к тебе, и ты так же с этим же и уйдешь. Ну, Раиса Алексеевна, ведь то, о чем вы говорите, это не вопрос, это же утверждение, это мнение. Может быть, есть какой-то вопрос у вас? У меня вот такой вопрос, что не лечат, не лечат. Вот этот вопрос. Ну, проблема, скорее, да. Вот мне 8 лет, я вот не хочу болеть, вот у меня ноги, так понятно, и голова кружит, я уже таблеток 3 года пью. Бесполезно, и никуда гину, а что бесполезно идти? Бесполезно. Спасибо за вопрос, Раиса Алексеевна. Попробуем сейчас с Еленой по этому поводу поговорить. Я вот слушал сейчас Раису Алексеевну, вспоминал, о чем Елена говорила, и вспоминал начало нашей передачи. По сути, вы ведь, мы начали говорить о агрессии, да, и о недовольстве, может быть, потому что, ну, для меня, по крайней мере, слово агрессия, оно достаточно вместительное, оно вмещает в себя несколько, ну, состояний, да. Да, если можно сказать, это такое, как сейчас говорят, облако слов, да, не одно слово, а облако, то есть туда и недовольство, и раздражение, и ярость, и гнев, и, ну, там, презрение, может быть, в какой-то степени, да. Ну, и страх. Вот Раиса Алексеевна описывает ситуацию, как я ее понимаю, исходя из своего жизненного опыта, вот, когда я болею, мне хочется, чтобы меня защитили, а тут приходится прилагать усилия, и вот, ну, практически бороться за внимание к себе, и тут есть и злость, и страх остаться один на один со своей проблемой, с болезнью, что специалист, который там отучился многие годы по специальности и мог бы мне помочь, но в силу каких-то своих причин он этого не делает. Я думаю, что мы в этом, в этих вопросах, и в первом вопросе Елены угробили ли, я цитирую, врачи отца. Да, тоже тема врачей. Они повлияли ли каким-то образом, да. И второй вопрос Раисы Алексеевны, они, вот, ко мне и к моим коллегам, эти вопросы, ну, наверное, вечные, и, ну, это не значит, что на них не надо отвечать и так далее, но в сложной ситуации, у нас сейчас сложная действительно ситуация, много всяких контекстов, я не буду, да, и вызовов очень много, ведь ковид был вызовом и до сих пор вызов. В общем, врачам достается за всех. Они, я знаю, что они самоотверженно работают, большая часть, ну, просто лично знают, никуда не денешься. Знаю, как они дежурят, как они рискуют собой, не ради красного словца, говорю, но к ним, ну, работа такая, к ним больше всего претензия. Ну, они где-то вот, ну, это маргинальная, в смысле, краевая профессия. Вот они стоят где-то на краю, какие-то врачи в большей степени, какие-то меньше, да, между, ну, жизнью и смертью, в буквальном смысле, да, хирурги, терапевты, которые сейчас, инфекционисты, которые, да, и, в общем, это всегда... При этом я подумала, может быть, крамольную мысль скажу, но они стоят на границе между системой и вот обычными людьми-обывателями, которые ждут помощи. Безусловно, потому что... И все какие-то грехи, врачам приходится отвечать за них. Конечно, врачам приходится друг за друга отвечать. Не приехал вовремя скорая помощь, врачу, терапевту, наверное, об этом скажут, хотя это могут быть совершенно разные подразделения, обычно это бывают совершенно разные подразделения. К хирургу придет специалист. Но это системный процесс. Я знаю, что здесь же в телекомпании идет передача «Позвоните доктору», да? «Звоните доктору». «Звоните доктору», да? То есть там мои коллеги выступают. Я думаю, что предметно, по разным вопросам, и вполне можно задать эти вопросы, почему, как происходит. Но у врачей всегда есть вот это, в работе врача всегда есть вот этот психологический компонент. И, конечно, вопрос о том, как общаться с пациентами, как сделать так, чтобы, я не хочу сказать, были довольны, но чтобы какие-то вопросы были урегулированы, это важно. Да, я понимаю, что мало времени, мы, вы забросили вопрос про агрессию, я знаю, что у меня есть что-то, что ответить, но я тогда это расположу на следующую такую передачу мостиком. О Елене и Раисе Алексеевне хочу сказать спасибо. Они вот такой какой-то такой, ну, определенный промежуток без звонков пробили. Пробились, в общем, в некотором смысле возмутительными такими комментариями. Я думаю, что мы к этому тоже вернемся, потому что это, ну, в общем, важно. Важно и не забыть, что эти слова были произнесены, ну, сделать вид, это нас не касается, мы вообще, так сказать, да, но не вязаться в перепалку и не сказать, а сами на себя там посмотрите, или все, так сказать, все вот так, как, что вы хотите, да, ну, разные могут быть вопросы, ответы. Я хотела предположить, что, возможно, за эту неделю мы еще переосмыслим эти звонки, у нас какие-то идеи появятся, чтобы не растекаться мысль подреву, а кратко ответить на вопросы наших телезрителей. Может быть, у наших телезрителей будут ответы, да. Спасибо, Елена и Раиса Алексеевна за звонки. Всего доброго. До свидания. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова